В эфире информационная программа День города и я ее ведущая Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанской области учредили совет молодых депутатов. Касимовскому убийце огласят приговор. Гособвинение просит для злоумышленника 19 лет строгого режима. Из 12 территорий выберут 4. Какие городские пространства будут благоустроены в 2018 году? С вопросами и за советом в Рязань съехались начинающие парламентарии со всего региона. Форум молодых депутатов объединил больше сотни народных избранников. В областной центр они прибыли не только собственными инициативами, но и для решения проблем своих поселений. Сегодня на политической арене новые лица. Они знают проблемы своих муниципалитетов и активно их решают. ЖКХ, жилищные программы, бизнес, сельское хозяйство. Темы, которые поднимают сегодня молодые депутаты. Более 130 парламентариев не только обменялись идеями, но и получили наставления от более опытных государственных деятелей. Совет старшего товарища дал и глава региона Николай Любимов. По его словам, основная задача власти – повышение эффективности экономики региона. В числе приоритетных задач – создание новых рабочих мест, индустриальных площадок, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики. Потому что именно вам приходится общаться с населением чаще всего, вам приходится чаще всего услышать жалобы, но и предложения тоже услышать. И в этой ежедневной работе как раз и заключается трудность. Они активно поработали в избирательных кампаниях, в своих районах и поселениях. В единый день голосования каждый набрал достаточное количество голосов избирателей, чтобы считаться серьезной политической силой для конкурентов. 134 молодых человека до 35 лет стали депутатами сельских поселений. Нужно больше общаться с населением, то есть ходить непосредственно в дома и узнавать у людей, что конкретно нужно непосредственно тем или иным людям, соответственно, моим односельчанам, так сказать. О том, что в первую очередь необходимо слышать и слушать людей, видеть их проблемы и решать их, рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров. Вот там, где самые болезненные проблемы людей, они хотят доказать свою состоятельность тем, что они работают. Вот это дорогого стоит. Вот это дорогого стоит. И вот когда выстраивается эта линия от муниципалитета до конкурса лидера России, и вот эти ребята, строго говоря, того же возраста становятся. От глав районов до заместителей министра, поверьте, это не предел. Это значит, что у страны есть будущее, это значит, что у области есть будущее, это значит, что у нас у всех есть будущее. Социальный лифт и перспективы для молодежи. Как отметил гость форума, депутат Государственной Думы и известный журналист Евгений Ревенко, форум имеет не только региональное значение. Такое внимание к потенциалу молодых людей, готовых с полной самодачей работать во власти и бизнесе – тенденция общероссийская. Очень сложно сейчас порой бывает найти депутата муниципалитета какого-нибудь отдаленного села. Люди часто не хотят идти. А перед нами были молодые ребята. Глаза горят и руки делают. Журналист и депутат рассказал присутствующим о развитии социальных медиа в современном мире и о важности социальных сетей в политической деятельности. После выступления спикеры ответили на вопросы собравшихся. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В прошлом году Рязань стала участником проекта формирования комфортной городской среды. Всего благоустроили 200 дворовых территорий и три общественных пространства. Самым масштабным стала реконструкция Лыбецкого бульвара. Как проходит проект в текущем году, расскажет Валерий Седов. Центральный парк культуры и отдыха, сквер, кинотеатр «Октябрь», городской лесопарк – это только часть территории, которые могут измениться к концу этого года благодаря проекту формирования комфортной городской среды. В Рязани первый этап был запущен 16 января. Администрацией города был составлен список из зеленых зон, которым требовалось благоустройство. Также любой житель города мог предложить свой вариант территории на общественном обсуждении. Для этого в крупных торговых центрах Рязани были организованы места сбора предложений, оборудованные информационными стендами, опросными листами, урнами для сбора опросных листов. Отдельным вопросом в проекте формирования комфортной городской среды стал бюллетень голосования «За или против реконструкции площади Ленина». 75% горожан проголосовали за преобразование территории. 9 февраля первый этап федерального проекта подошел к концу. В крайний день голосования на участках анкетирования количество желающих превысило все рекорды – несколько сотен человек. Как рассказали представители администрации города, всего в анкетировании приняло участие свыше 50 тысяч рязанцев. В рамках второго этапа провели общественное обсуждение, выбрали 12 по итогам первого этапа наиболее активных территорий, за которые голосовали и которые предлагали рязанцы, и сформировали, подготовились уже к третьему этапу. По словам представителей администрации города, голоса распределялись очень неожиданно. Так, лидирующей территорией в Октябрьском районе стал сквер Укин театра «Октябрь». Первое же место в этой зоне по количеству голосов занял Центральный парк культуры и отдыха. Третье – скверу памятника Скобелеву. В Московском районе голоса распределились более очевидно. Парк морской славы, парк имени Юрия Гагарина и Комсомольский парк. Тремя приоритетными территориями в железнодорожном районе по итогам общественных слушаний стали Севастопольская аллея, парк железнодорожников и Новопавловская роща. В Советском районе лидирует лесопарк, Лыбецкий бульвар и Верхний городской сад. Сергей Карабасов признался, что также принял участие в голосовании. Свой голос он отдал за лесопарк. 18 марта состоится финальный этап голосования. Из 12 территорий путем голосования рязанцам предстоит выбрать 4. По одной в каждом районе. Все граждане города и, в принципе, граждане Российской Федерации, старше 14 лет, имеющие паспорт, могут прийти на избирательные участки, на опросные пункты, которые будут располагаться в тех же помещениях, и проголосовать за парки. Выбранные территории будут благоустроены в 2018 году. Остальные зеленые зоны, по словам администрации города, не останутся без внимания. И только от горожан зависит, какие территории изменятся в этом году. Приглашаю всех рязанцев принять участие в голосовании и проголосовать за те площадки, за те территории, которые находятся у них рядом с домами, которые они считают важным благоустроить. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Касимовскому убийце огласят приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Гособвинение просит для злоумышленника 19 лет строгого режима. По версии следствия, мужчина задушил 14-летнего подростка из-за 3000 рублей. Его труп он расчленил и сжег в печи. Останки выкинул у кладбища. Кроме того, на участке преступника оперативники нашли трупы еще двоих человек. Оглашать приговор начнут 22 марта. Рязанские полицейские провели учения по пресечению массовых беспорядков. Сотрудники различных подразделений рязанской полиции готовятся обеспечивать безопасность на мероприятиях. На базе спортивного комплекса «Олимпийц» неподалеку от стадиона «Спартак» прошла специальная тренировка. По легенде учения, беспорядки с участием большого количества людей возникли из-за стычки хулигански настроенных болельщиков, пришедших на футбольный матч. Для пресечения массовых беспорядков у спорткомплекса оперативно был собран мобильный отряд. Молодые сотрудники правоохранительных органов выступили в роли хулиганов, которые пытались вырубаться с площадки в город и устроить массовые беспорядки. Полицейские слаженными действиями блокировали толпу, выявили зачинщиков и прекратили хулиганские действия, замкнув нарушителей правопорядка в кольцо. В среду днем на улице Весенней произошел крупный пожар. Горели сразу несколько сараев. При этом за прошлый год подобных возгораний было всего четыре. Подробности этого происшествия знает Валерий Седов. Во многих дворах улицы Весенней расположены сараи. Построены они были для удобства местных жителей. Изначально сараи предназначались для хранения дров, чтобы отапливать печи в домах. Сами дома были построены более 60 лет назад. Теперь здесь хранятся разные бытовые вещи. И за один день все они были уничтожены огнем. Сгорело имущество очень много. Вещи, которые... Там детские вещи сгорели, велосипеды. Ну, все, что было детское. В основном, ну, сами люди все понимают, что в сарае хранят. Кто продукты хранит, кто вещи хранит, какие там, может быть, дома мешают там. Вот. Пошли гореть провода, но пожарные хорошо вовремя среагировали, все потушили это. Пожар произошел воскресным днем 12 марта. По словам местных жителей, было целых три очага возгорания. Огнеборцы ликвидировали пожар буквально за час. Сообщение о пожаре на улице Весенней города Рязани поступило 12 марта в 15 часов 31 минуту. К месту пожара было направлено 5 пожарных автоцистерн. В результате пожара хозяйственные строения площадью 96 метров квадратных были повреждены на площади 30 квадратных метров. Удалось не допустить дальнейшее распространение пожаров. Причина пожара, ущерб устанавливается. Для жителей дома причина пожара очевидна. Мы как бы считаем, что это все подожгли, потому что говорят, что мы идем под снос, и специально это все поджигается сейчас в данный момент. Мы боимся за свои квартиры, за свои подъезды, за свое имущество. Просто из-за чего мы думаем, что поджег, если бы горело с той стороны, мы бы еще понимали, но горел вот этот гараж. В гараж в этот попасть только было через те сараи вход. По словам местных жителей, похожая ситуация произошла с малоэтажными постройками на улице Весенний. Там, где сейчас стоит дом 18, корпус 1, буквально несколько десятков лет назад сгорело жилое здание. Пожар начался ночью. К сожалению, не обошлось без жертв. Теперь местные жители опасаются за свои жизни, ведь официальная причина пожара неизвестна до сих пор. Проживать в доме становится страшно. И дети маленькие, и все, потому что когда горели там, там люди пострадали при пожаре. Тут сейчас мы начнем гореть, мы просто детей не успеем. Там ночью горели, мы днем горели. Существует и другая версия. Иногда в сараях собирались люди без определенного места жительства. Неаккуратное обращение с огнем могло привести к пожару. Однако местные жители уверяют, что хозяйственные постройки они всегда закрывают, а смотровые окошки забивают гвоздями. Остается ждать официальных комментариев о причинах пожара. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 110 лет отметила старейшая жительница Касимова. Несмотря на почтенный возраст, у Галины Садко хорошая память, а ее воспоминания – настоящий кладезь информации для историков. Галина Ивановна Садко – старейшая жительница города Касимова. 11 марта отметила 110-летний юбилей. Она родилась в 1908 году в Мещанской семье. В родовом доме на улице Комарова прошла практически вся ее жизнь. От этого здания так и веется тряной. После окончания Касимовского педагогического училища Галина Ивановна стала работать учителем деревни Копаново. Здесь она и познакомилась со своим мужем Львом Садко. У меня муж военный был. Его переводили с одного места на другое. Вот он из Батума переехал в Армению. В Армении я заболела. Заболела какой-то болезнью. Город. Разреженный воздух оказался для меня неподходящим. У меня начались обыроки. И мне уже сказали, что если хочет, чтобы я была жива, я отправилась. И вот я приехала в Касимово. Несмотря на столь почтенный возраст, у Галины Ивановны хорошая память. Ее воспоминания – настоящий кладезь для краеведов и музейных работников. Кстати, она и сама работала в Касимовском музее научным сотрудником. С 1950-х годов вплоть до выхода на пенсию. Да. Я научным работником была. В Горковье мне директором была Шереметьева Мария Прохоровна. Она, когда пришла к нам работать в музее, хотели меня. Но я беспартийная. А, вот так. Что, разве можно мне доверять такое дело, как введение экссурсии? Ну и вот прислали Шереметьеву. А Шереметьеву пришла и говорит, я в краеведении ничего не знаю. И узнать не желаю. И я не буду вас идти к экссурсии. Водите вы два научных сотрудника. Вы водите, а я хозяйственную часть буду идти. Вот так мы и работали. Работали дружно, хорошо. В музее-заповеднике до сих пор хранятся записи, сделанные рукой Галины Ивановны. Нередко ее авторские публикации об истории города и знаменитых земляках можно встретить и в местных газетах. Галина Ивановна уникальная женщина. Ее по праву можно назвать хранительницей истории родного города. В Рязани открылся офис рефинансируй.рф. А это значит, что теперь жители города смогут подать заявку на рефинансирование микрозаймов, ипотеки и потребительских кредитов, а также получить консультацию относительно способов и возможностей снижения долговой нагрузки и другим вопросам, связанным с личным финансовым планированием. Продолжит Ирина Ковалева. Потребительские кредиты и микрозаймы на срочные нужды могут поставить в безвыходную ситуацию. Если на погашение задолженности вы отдаете больше половины вашей заработной платы, самое время обратиться к специалистам за консультацией и последующим рефинансированием. Это значит, что ваши долги будут погашены, а с вами заключат новый кредитный договор на более приемлемых условиях. По статистике, примерно 30% россиян находятся в преддефонтном состоянии, либо уже ушли в небольшую просрочку. Это не значит, что они злостные неплательщики, они просто не справляются с тем количеством микрозаймов, которые у них имеются. И что мы предлагаем? Мы предлагаем объединить эти займы в один и платить более комфортно одному кредитору. В результате размер ставки по рефинансированным долгам снижается в несколько раз. Срок выплаты может быть значительно увеличен, и размер ежемесячного платежа становится посильным для заемщика. Именно такие условия сейчас и необходимы Светлане. Взяла несколько микрозаймов, нужно было срочно деньги на ремонт. Но сейчас не справляюсь, поэтому обратилась в компанию рефинансируй.рф. Уменьшили платеж глобально. Если раньше Светлана платила порядка 9 тысяч в две недели, то теперь ее платеж составит чуть более 5 тысяч в месяц. Обратиться в рефинансируй.рф можно лично. С собой вам потребуется взять паспорт и договор с банком или микрофинансовой компанией. Или же вы можете оставить заявку на сайте. Срок рассмотрения – 2-3 рабочих дня. Мы можем запросить дополнительные документы, но все это решается в индивидуальном порядке. По программе рефинансирования график платежей у нас аннуитетный. Оплата происходит ежемесячными аннуитетными платежами раз в месяц любым удобным способом для клиента без дополнительных комиссий. Офис в Рязани – второй по счету, открытый в рамках нового формата работы. В офисах «Рефинансируй.рф» с 2018 года принимаются заявки не только на рефинансирование микрозаймов, полученных в сторонних микрофинансовых компаниях, как это было с самого начала работы компании в 2015 году. Теперь здесь можно рефинансировать в том числе и банковские долги, а именно потребительские кредиты и ипотеку. Получить подробную консультацию можно в открывшемся офисе по адресу улица Грибоедова, дом 22, корпус 1 или по телефону 99 49 94. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего завершения дня. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в «Муравейнике», если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты.